В Апатитах некоторые управляющие компании пугают жителей муниципальным тарифом. Повышая цены, коммунальщики заявляют, мол, апатитский горсовет принял решение, что плата за квадратный метр в городе теперь должна составлять 39 рублей, а у нас 23. Но это не так. Информацию о проделках некоторых управляющих компаний в Апатитах журналистам сообщил заместитель главы города Павел Чуфырев. По словам Павла Геннадьевича, представители отдельных управляющих компаний, агитирующих жильцов за повышение тарифа на содержание ремонта жилфонда, ссылаются на так называемый муниципальный тариф. Такой тариф действительно существует, но применяется он в экстренных случаях. Возможны варианты, когда многоквартирный дом может остаться без утвержденного тарифа. Это случай, когда дом меняет управляющую компанию, и собственники не пришли к какому-то обоюдному решению по тарифу. И второй вариант, если у них тариф является, ну, по сути, срочным, в части ограничения по времени. Если такой период заканчивается, и собственники не приходят, опять же, к решению о принятии нового, либо от утверждения старого, то в этом случае, опять же, принимается тариф органов местного управления. В никаких других случаях тариф органов местного управления не принимается по отношению к собственникам. По словам замглавы города, это манипуляция сознанием апатичан. Подобная ситуация произошла уже в трех многоквартирных домах. А жильцы дома на победы обратились за разъяснениями в администрацию и совет депутатов. Когда, по сути, для повышения тарифа в многоквартирном доме начинают манипулировать сознанием граждан, в части того, что муниципалитет принял якобы тарифы, и вот смотрите, какие они большие, а мы вам предлагаем маленькие, то вот я всегда говорю, это называется манипуляция сознанием. Жители города должны знать тариф на обслуживание и ремонт они утверждают сами. А управляющая компания обязана его обосновать. Если вам начинают говорить про решение Совета депутатов, утвердившего муниципальный тариф, знайте, это страшилки, которыми вас запугивают.